Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это канал Лёша Играет. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте о моих видео всем друзьям, знакомым, родителям, бабушкам, дедушкам, продавщицам, туристам, капитанам барж и астрофизикам. Это видео посвящено Великой Библиотеке в большей мере и чуть-чуть в конце Петре. Дело в том, что многие игроки очень любят в начале игры строить Великую Библиотеку. Я говорил много раз в своих видео, что не стоит делать упор на чудеса света. Это не такое уж важное строение, чтобы на них обращать внимание. То есть вы можете их построить, когда можете построить, почему не построить, но лучше уделять внимание развитию вашей империи. Но я знаю, что многие жить не могут, чтобы не построить Великую Библиотеку и практически проигрывают в начале игры, когда не успевают это сделать. Так вот, в этом видео я расскажу, как определить, что надо строить Великую Библиотеку. Это первое. А второе, как это сделать быстрее всего. Итак, быстро вы построите Великую Библиотеку, если у вас к моменту начала ее строительства будет большой город. Поэтому желательно, чтобы в пределах вашего города были ресурсы с едой. Вот видите, на данный момент у меня прямо рядом находится пшеница и недалеко еще один ресурс пшеницы в третьем радиусе, до которого тоже дотягивается город. Они дают два ресурса еды, а после постройки амбара три. Ну и, соответственно, если рабочим вы построите еще и ферму на пшенице, будет еще больше еды. В технологиях я сразу ставлю идти к Великой Библиотеке по технологиям. А в городе начинаю строить монумент. Не скаут, не какие-то военные юниты, а монумент для того, чтобы быстрее открыть традиции и аристократию, которая дает 15% к строительству чудес. Да, кто-то скажет, что и скаут может найти культуру у вас в руинах. Но тут воля случая. Я же вам рассказываю о том, как, чтобы без случая обойтись. Ну и скаутом у вас, конечно, будет выступать ваш дуболом, так что исследуйте им территорию и находите. В городе же вы ставите, залучиваете жителей на ресурсах, которые дают еду, а фокус ставите на производство. Это, опять же, для перелива молотков. Как вы помните, при росте жителя к строительству будет добавляться то количество молотков, которые есть на самой молотковой клетке. Вот сейчас я купил клетку с молотками. Это для будущего строительства Великой Библиотеки, потому что город сам покупает не молотковые клетки, а те, которые больше еды. Но пока у нас клеток с едой достаточно. Ну и дальше я потом еще планирую клетку с пшеницей еще одну купить. Само собой. Это я сейлинг в руинах нашел. Не обращайте внимания, я-то открываю все еще письменность, чтобы Великую Библиотеку открыть. Кроме того, большое население города, естественно, влияет и на скорость открытия технологий. То есть, чем быстрее ваш город растет, тем быстрее вы откроете письменность и быстрее сможете начать строить Великую Библиотеку. Поэтому, на самом деле, лучшее место для строительства Великой Библиотеки, когда у вас рядом есть два и больше ресурсов с тремя яблочками сразу. То есть, там бананы, что там еще с тремя яблоками у нас, олени, по-моему. Ну, вы начинаете игру, это видно по иконкам. Вот видите, я прикупил уже ресурс с пшеницей и переключил жителя на пшеницу. Потому что и там, и там по два яблока, но пшеница еще и один молоток дает. А мне надо быстрее построить амбар, и тогда пшеницу мне будет давать уже три яблока вместо двух. Три жителя – это уже достаточное количество для постройки Великой Библиотеки. И вот сейчас я решаю не расти больше город, а переключить на молотки, чтобы амбар построился к тому ходу, когда откроется письменность. Вообще, на быстрой скорости в сетевой игре ориентиры для строительства Великой Библиотеки 23-26 ходы. Ну, естественно, чем раньше, тем больше вероятность, что вы быстрее всех ее построите. Чем позже, тем, соответственно, меньше. Также я знаю, что некоторые играют не через амбар, а через святилище. То есть они строят святилище и берут пантеон, который добавляет либо плюс процент к скорости строения чудес света античности, либо плюс к молоткам от количества житов. Там плюс один молоток, когда три жителя. Значит, либо процент, либо молоток брать зависит от количества молотков. То есть просто посчитайте, что вам будет выгоднее из этого. Мне же через святилище не очень нравится играть, потому что там сначала надо ждать, когда соберется достаточно очков веры. Потом надо еще... вдруг кто-нибудь раньше возьмет пантеон, тогда еще больше очков веры. Ну, его нафиг. Ну вот, у нас открылась письменность, построился амбар, и мы можем переключаться на молотки. Полностью переключать наше производство. Ну, пока, к сожалению, мне нужен еще хотя бы купить один холм. Видите, у меня плюс четыре еды. Вы, в идеале, надо переключить всех ваших жителей на молотки, чтобы у вас город вообще не рос, а зато было максимально молотков в вашем городе. У меня он растет аж до четырех, но, в принципе, четвертый житель, его тоже можно на молотки посадить, и тогда будет намного лучше. Вот я сейчас смотрю, не могу я купить пока этот тайл с молотка, с двумя молотками рядом с рекой. 50 золотых стоит, то есть мне надо два хода подождать. Ну, в принципе, здесь я даже подожду три хода, и у меня родится четвертый житель. Пока же написано, что у меня 15 ходов до строительства Великой Библиотеки, ход 15, то есть на 27 ходу библиотека будет построена. Если кто-то сейчас тоже там начал строить вместе со мной, и у него получше территория, то он меня явно опередит. Так что тут надо еще постараться все-таки ускорить строительство. Играем мы с агрессивными варварами, поэтому есть надежда, что там варвары кому-то больше мешают, чем мне на данный момент. И видите, как бы я рискую в данный случай, что не строю армию, а полагаюсь все-таки на строительство Великой Библиотеки. Варвары могут... Ну, вот купил я, наконец, этот тайл. Переключаю на... Молотки сюда. И вот у меня следующим ходом вырастет город до 4 жителей. Посмотрим, сколько тогда ходов будет строиться. Ну, уже так, 27, 8, 25 ходов. Вот теперь, благодаря тому, что у меня 4 жителя, все переключаю на молотки. Полностью, видите, стагнация в городе, 0 еды и 7 ходов. Значит, на 24 ходу. Вот это замечательный результат. Я уверен, что я первый построю Великую Библиотеку. Почему-то мне так кажется. Потому что за 23 хода построить, это вообще какое-то суперудачное место будет у человека, значит. Что делать потом с Великой Библиотекой? Ну, многие... Так, во-первых, надо не забыть... Вот я сейчас забыл включить исследование дальше. Во-первых, не забудьте исследовать технологии, которые вам нужны для той технологии, которую вы будете брать с Великой Библиотеки. Вот в данном случае я собираюсь брать национальный колледж. Значит, мне надо обязательно календарь исследовать. Потому что один раз я так вот, как сказать, профукал Великую Библиотеку тем, что исследовал там дешевые технологии. Мне с Великой Библиотеки пришлось брать дешевую технологию в итоге. Значит, что вообще с Великой Библиотеки в итоге надо брать? Самые популярные выборы чаще всего берут философию для того, чтобы сразу строить национальный колледж. То есть вы построили Великую Библиотеку, переключаете ваш город на рост, отжираете его. Причем у вас сразу в городе появляется бесплатная обычная библиотека. Значит, что вы можете сразу строить национальный колледж. А вы его только что взяли с философии. И сразу люди строят национальный колледж. Таким образом, в самом-самом начале игры вы получаете офигенный прирост науки. Смотрите, тут у меня беда приключилась. Варвар прошел по пшенице. И из-за этого у меня умер один житель в городе из голода. И на один ход увеличилось строительство библиотеки. Да, беда, конечно. Но ничего, 25 ходов это тоже вполне хороший результат для строительства. Ну, вернемся к тому, что брать после библиотеки. Ну, тут, конечно, проблема в том, что к вам могут прийти. Об этом уже много раз рассказывал. Но, в принципе, если соседи далековато, и вы видите по демографии, что они не строят армию, а тоже идут в развитие, то это самый лучший выбор. Потому что вы на долгое-долгое время будете обеспечены наукой, и можете как раз заняться армией. При этом проблем с научным развитием не испытывать. С другой стороны, то есть, философию мы берем с верхней ветки, а с нижней ветки можно взять железо. В принципе, железо даже, по-моему, чуть дороже, чем философия, наука. И это выбор военных наций. Особенно, если у вас какие-то уникальные юниты есть с открытия железа. То есть, например, для ирокезов их Магавки, для Рима их Легионы. То есть, после открытия письменности вы идете по технологическому древу к обработке бронзы. И тогда, после постройки Великой Библиотеки, вы сможете взять железо. Таким образом, вы будете ближайшего соседа, ну, на ходов 15-20 опережать в военном развитии. Особенно, если он не идет по военному развитию, так вообще. И построив достаточно войск, там, 4-5 Магавка, вы вынесете его очень быстро. Есть еще третий путь развития, который, в моем понимании, самый лучший, но он специфичен и подходит не для всей местности. И об этом я расскажу в конце видео. Причем, для вот этой военной стратегии, я вам рекомендую идти не через традицию, а через волю. Вы сначала открываете волю, потом гражданство, получаете бесплатного рабочего, которым будете вырубать леса рядом с вашим городом, когда будете строить Великую Библиотеку. После гражданства берете республику, потому что она добавляет производство вашему городу. И через волю вы даже можете построить Библиотеку Великую раньше, чем через традицию, несмотря на ее аристократию. Ну вот, здесь цель достигнута. За 25 ходов построена Великая Библиотека. Ну, я не буду вам показывать эту игру полностью. Могу сказать, что в данном случае я пошел, так как это Англия, к фрегатам. Точнее, я сначала построил Голиас, и Голиасами, по-моему, захватил всю Америку, потому что мой соперник догадался поставить все города на побережье свои, кроме одного, по-моему. И потом уже, когда проапгрейдил в линейные корабли уникальный юнит Англии, довершил начатое, как бы у меня тут не было проблем. А все началось вот с научного, с научной основы, которую я заложил, построив быстро Великую Библиотеку. Давайте рассмотрим еще один, в принципе, похожий пример, только за Египет, у которого есть бонус к строительству чудес света. Видите, у нас рядом, ну, я еще на всякий случай посмотрю воинам какое место, но, в принципе, место хорошее, потому что вот уже рядом есть ресурс с тремя яблочками, это коровка, бычок, наверное, даже. Сразу ставим город, переключаемся в исследованиях на Великую Библиотеку, на письменность. Здесь залочиваем на коровке, фокус на производство и строим монумент. Жалко, у коровки нету молоточков никаких, что-то я начал уменьшительно ласкательными суффиксами разговаривать. Никаких молотковых преимуществ, но нам главное быстро вырасти. Поэтому у нас город будет быстро расти, а монумент строится чуть подольше, чем в прошлой игре. И, по-моему, в этой игре мы играем случайную карту, поэтому я даже еще не знаю, что за тип карт у нас здесь. Возможно, это какие-нибудь острова или архипелаги, и поэтому у меня вообще соперников рядом может и не быть. Поэтому вот на таких случайных картах вполне можно попытаться урвать библиотеку Великую. Ну, благодаря тому, что нашел религиозный город, уже смог взять пантеон и взял плюс одно яблочко к лагерям. Вы меня можете спросить, почему не плюс 15% к строительству чудес античного мира. Да потому что у Египта уже есть этот бонус. Конечно, можно было бы взять плюс 15% от пантеона, потом еще аристократию взять. И у меня бы в Египте моментально строились чудеса. Но я придерживаюсь того мнения, что цивилизация... Главное в цивилизации это баланс. То есть у меня, у Египта уже и так есть прекрасный бонус к строительству чудес, благодаря которому я могу быстрее, чем другие нации, построить Великую библиотеку. Зачем мне еще брать бонусы, если я и так построю быстрее? Я лучше буду брать бонусы к другим компонентам игры. То есть вот взял к лагерям, потому что у меня как минимум, я вижу, три лагеря будет строиться. Вот два на шкурках и один на олене. Может тут еще открою территорию, еще где-то лагеря будут. Не, вот сейчас видите, в традиции не беру аристократию, а беру легализм. Потому что мне сейчас не надо эти бонусы к Эликой библиотеке. И я уже за счет того, что мой город вырос намного раньше, чем у остальных, уже открыл письменность. Но я сначала закончу строительство амбара, а потом уже начну строительство Великой библиотеки. И еще здесь важно то, что я Египет. Это значит, что остальные мои соперники могут даже и не пытаться строить Великую библиотеку. Ну, то есть, вот, например, я, когда играю в сети и вижу, что кому-то из моих соперников достался Египет, я просто о Великой библиотеке, вообще, в принципе, о чудесах забываю. И иду по развитию, развиваюсь, ставлю города, собираю армию. Если у меня Египет под боком, и он строит чудеса, то я этой армией просто иду и его завоевываю. И таким образом получаю все чудеса, которые он построил, но при этом не теряя в развитии. Видите, у меня тут небольшая проблема в том, что еды-то много, а вот молотков немного. И надо бы мне прикупить еще несколько, не несколько, а хотя бы еще один холм, да, вот он. Вот меня это раздражает в цивилизации, что не всегда видно, вот эти верхние тайлы не всегда возможно купить. Они как-то так за экраном находятся. Ну, вот, наконец-то я его купил. Ну, видите, у меня сейчас в городе голод, но три хода я могу это выдержать. Ну, и нет смысла полностью все показывать. 25-й ход, Великая библиотека построена. Тоже опять иду к философии, тем более, что там уникальное здание Египта. И в данном случае он просто показал, что мы быстро строим Великую библиотеку, при этом не тратя силы, то есть берем те бонусы, которые нам нужны. То есть в традиции идем к еде быстро, через легализм, а не берем аристократию, чтобы быстрее построить Великую библиотеку. В пантеоне не берем к производству бонусы, а к еде, опять же, чтобы быстрее выращивать наш традиционный город. И все равно, благодаря египетскому бонусу, мы строим Великую библиотеку. Ну и самый интересный вариант, правда, который не всегда удастся вам сыграть, это развитие Великой библиотеки в Петру. Во-первых, надо, чтобы было много пустыни. Вокруг пустыня, река и Петрохолмы. Но вот в данном случае, совершая небольшую ошибку, надо было, вот я передвигаю город на холм и следующим ходом, поселенца на холм и следующим ходом на этом холме поставлю город, а надо бы вот чуть ниже на сахар надо было ставить. Ну это не тут, ладно, уже не особо важно, просто это лучшее место. Но на развитии до Великой библиотеки я уже не буду подробно останавливаться, потому что рассказал в предыдущих двух эпизодах об этом. Сейчас подробно остановлюсь на Петре. Так получается, что в цивилизации пятой, похоже, пустыня самая лучшая местность. Именно из-за Петры. То есть, я бы так сказал, в дополнении Гатсон Кингс, потому что Петра появилась именно в дополнении. Дело в том, что она дает такие бонусы, благодаря которым пустынные холмы становятся наилучшей местностью. Поэтому и говорят про Петрохолмы. То есть, это холмы, которые в пустыне. Но самые крутые холмы это еще и рядом с рекой. Вот эти Петрохолмы рядом с рекой после открытия гражданской службы и постройки Петры при построенных на них фермах выдают три яблока, три молотка и два золота. И это с одной клетки. То есть, это, имея три хотя бы таких Петрохолма, вы будете иметь такой прирост, рост города точнее. Так быстро у вас будут строиться все здания, что вы опередите всех соперников намного. Вот видите, я тут нашел Эльдорадо. То есть, мне просто быстрее будет построена у меня Великая Библиотека. Она же не повлияет на мой рассказ о Петре, потому что этот раздел, о чем я сейчас рассказываю, здесь важнее показать, как идти к Петре, а не как быстро построить Великую Библиотеку. Вообще, когда я впервые столкнулся с игроками, которые вот так вот быстро идут к Петре в пустынях и потом отжирают город, я вообще решил, что это читерство. То есть, я не мог поверить, что так быстро можно, во-первых, чтобы город так быстро рос, а во-вторых, что у него еще и производительность будет огромная. Ведь в чем прелесть игры через традицию и минусы ее? С тем, что город быстро растет, у вас много науки, но при этом производство не очень высокое. То есть, вы чем-то расплачиваетесь вот за такой рост. Здесь же при игре через Петрум получается и рост высокий, и производительность высокая. Есть такой игрок, аномальное явление у него, Ник. Как я его, бедного, даже заставил видео сделать его игры. То есть, сказал, что я с ним больше играть не буду, пока не увижу видео его развития. Потому что у него, вот представьте себе, город с населением в 20, где-то к 80-му ходу на быстрой скорости. Это казалось что-то нереальным вообще. И вот оказалось, в итоге он сделал мне видео, даже не поленился, спасибо ему большое. И все дело в быстром приходе к Петре, ее постройке в одном городе, а потом отжирание этого города, там, как можно быстрее. Для этого, естественно, надо, чтобы вот ваш город находился в пустыне. Поэтому я вот тут играю за арабов, потому что они очень часто появляются в пустыне. А еще вообще самая убойная нация в этом плане – это Голландия. Потому что, опять же, в одной из игр аномальное явление делал скрин, показывал. Напомню, что у голландцев их уникальное улучшение, полдеры, можно строить в поймах. А пойма – это как раз вот пустынные такие тайлы рядом с рекой. И у него в одной игре аж 8 полдеров можно было построить. И плюс еще, естественно, Петра, который еще больше яблок добавляет. В общем, у него там, по-моему, к сотому ходу 30, что ли, было. То есть, вообще нереальное какое-то развитие. Но оказывается, что это все очень даже реально. Итак, открыта письменность. И теперь мы прямиком идем к деньгам, после открытия которых можно будет строить Петру. И вот каким образом мы возьмем деньги от Великой Библиотеки, и в этом и заключается хитрость, о которой дальше немного. Переношусь к моменту постройки Великой Библиотеки. 23-й ход, 24-й, ну это благодаря Эльдорадо, там все это куплено. В городе все переключаем на рост. То есть, до тех пор, пока мы не открыли Петру, наш город будет усиленно расти. Так как у меня там уже куплены рабочие, они вовсю строят фермы на лугах, на поймах. Вот. И самое тут главное. Мы деньги будем брать как бесплатную технологию вот от Великой Библиотеки. Но у нас еще не открыты все технологии для того, чтобы деньги взять. Что же делать, вы меня спросите. А ничего не делать. То есть, вы ходите всеми своими юнитами, а бесплатную технологию не берете и ждете до конца хода. Вот начинается следующий ход. Вот нам осталось пять ходов до открытия математики, после чего мы сможем взять Петру. После открытия математики открывается путь к деньгам, и мы ее деньги берем как бесплатную технологию. И вот таким образом, то есть, пять ходов, вы считаете, будете весь ваш таймер до конца ждать, чтобы не брать бесплатную технологию. И таким образом дождетесь. Вот давайте сразу я перенесусь. Тут у меня спросят, что как же быть, вот там ходить юнитами, как между ними переключать. Ну, во-первых, есть горячие клавиши. Стрелочка, ну, блин, как это называется эти. Не скобки, а такие треугольные скобки, как бы вправо-влево. Это переключение между юнитами, следующий и последний юнит. То есть, всеми юнитами ходите, все, переключение больше не работает. Город у вас один, то есть, все, что там строится, тоже спокойно выбирается. Просто не выбирайте бесплатную технологию. Ну вот, мы дождались, наконец-то, открытия математики. Теперь спокойно, бесплатно берем денежку. И можем, не торопясь, строить Петру. То есть, можно даже не переключаться с роста городов. Потому что уже точно никто нас не обгонит. Точно мы будем первые. Единственное, конечно, надо смотреть по демографии, чтобы ваши соседи там не готовили против вас заговор. Ну, 30 ходов это кажется, что много. На самом деле, все намного быстрее пройдет. Еще можно, конечно, взять в традиции аристократию к этому моменту. Я просто не брал, я был уверен, что я тут всех быстрее обгоню. Можно взять аристократию, тогда еще быстрее будет строиться. Значит, какие тут подводные камни и минусы? То есть, у вас примерно Петра, вот с такой стратегией, где-то на 50 ходу должна быть построена. Ну, там плюс-минус 5 ходов. У меня она быстрее будет, конечно, но это только из-за того, что я Эльдорадо нашел, поэтому у меня развитие намного круче. Так вот, до этого момента, пока у вас Петра не построена, вы очень уязвимы. Вы практически не строите армию, потому что у вас все силы на аджор города идут. Там сначала на строительство Великой Библиотеки, потом и на строительство Петры. И если кто-то из соперников задастся целью вас вынести все-таки, то вы будете практически беззащитны. Но после постройки Петры вас уже вынести будет практически невозможно, потому что юниты у вас будут строиться почти мгновенно, то есть вы сможете быстро создать армию для защиты от любого нападения. Город у вас будет расти тоже очень быстро, поэтому впереди у вас будет безоблачное будущее. Но до строительства Петры вам надо быть тише воды, ниже травы. Далее. Может оказаться, что вы появитесь в очень хорошем месте для Петры, но в очень плохом для строительства Великой Библиотеки. Ну, не отчаивайтесь тогда. То есть не стоит прям уже Великую Библиотеку считать самым классным чудом. Я уже сто раз об этом говорил. В данном случае вы просто идете к письменности, строите обычную библиотеку и отжираете город, чтобы у вас было как можно больше науки, и вы как можно быстрее пришли к деньгам. То есть вы прямой наводкой тогда идете к деньгам. Вы сэкономите силы на те силы, что вы тратили на постройку Великой Библиотеки. Просто стройте юнитов, здания. То есть у вас даже еще лучше будет развитие государства. Далее. Может показаться, что тут я как бы рекомендую через один город играть. Не совсем так. После постройки Петры я рекомендую еще построить национальный колледж сразу, чтобы вообще было максимум науки. И потом уже в этом городе построить один-два поселенца. Все-таки в сетевой игре одним городом даже с Петрой не стоит. Еще два города совсем не помешают. И хоть они будут поставлены поздновато, но как сателлиты, как помощь вашей столице при войне внезапной, они будут очень хороши. Тем более у вас будет высокое производство. Ваша столица будет намного больше, чем у всех ваших соперников. Так что стоит, стоит еще несколько городов поставить. Перенесемся вперед, чтобы вы увидели, насколько крута Петра. Видите, 73-й год, а у меня уже столица с населением 16. У моих соперников, наверное, дай бог, если до 9-ти дошло, или до 10-ти, даже если они через традицию играют. При этом я уже и второй город тоже поставил. Проблем с счастьем у меня нет. Вон у меня и великий ученый родился от Великой библиотеки. Сейчас я им академию устанавливаю. То есть я и по населению, и по науке далеко впереди уже. В 89-й ход, и уже в Мекке население 20. Городов у меня уже три. То есть я вовсю строю верблюды, лучников на верблюдах, и иду завоевывать ближайшую Англию. Правда, мой соперник уже вышел из игры, к сожалению. То есть здесь как бы игра сыграна. Тут проблема, конечно, вот с таким развитием, что, к сожалению, если кто-то из игроков вот так быстро построил Петру, и у него много Петрохолмов, то, в принципе, игру можно заканчивать, потому что он уже победил. То есть не очень интересно вот так играть. Или стоит на него навалиться всем соседям сразу. То есть для этого и нужна разведка, чтобы вы могли разведать, какая территория у вашего соседа. И если у него очень хорошая пустынная местность с большим количеством Петрохолмов рядом с рекой, чтобы вы готовились к нападению на него, и для того, чтобы не дать ему построить Петру. Иначе после строительства Петры без вариантов я не думаю, что этого человека потом будет возможно победить. Поверьте, сыграв несколько игр против тех, кто быстро строил Петру на хорошем месте, это нереально просто. Тут вот, ну, смотрите, у Англии 10 всего лишь их столиц, а у меня уже 20 столиц только, и уже и три города еще есть. Представьте, какой у меня выхлоп науки, а благодаря Петре какое у меня производство в Мекке. Понимаете, да? Ну что ж, на этом все. Спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, я смог вам еще некоторые фишки рассказать, о которых вы не знали. Вы будете лучше понимать механику игры, лучше принимать лучшие решения. Вам будет интереснее играть. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша играет. Обязательно подписывайтесь, рассказывайте о нем своим друзьям. Ну, в принципе, все. И какие-то дополнения, естественно, всегда приветствуются в комментариях. Всегда рад почитать людей, которые лучше разбираются, чем я, и почерпнуть что-то новое. Вот видите, например, эту вот стратегию игры через Петру я узнал от своего зрителя, играя с ним, правда. Только когда пару раз я ему проиграл. Так что узнавайте новое, думайте сами, и всегда интересно самообразовываться, что ли. Вот о чем я всегда в комментариях у себя пишу. Все, на этом все. Удачи вам.